Перед нами так называемый Азизбековский парк, называемый так, потому, что некогда тут был установлен памятник Мишади Азизбекову, одному из тех самых 26 бакинских комиссаров. После реконструкции парка в 2009 году памятник был демонтирован. Сейчас здесь очень симпатичный сквер с красивым фонтаном и тенистой зеленью. Если повернуть направо, начинается парламентский проспект. Но это уже тема другого нашего путешествия по родной столице. Вот и одно из них – старое здание Азербайджанской национальной консерватории. 13 февраля 2014 года консерватория получила новое, прекрасное здание. В новом административно-учебном комплексе созданы все условия для постижения тайн и мастерства азербайджанской музыки. На одной линии с консерваторией мы видим Республиканскую гимназию искусств. Это учебное заведение существует с 1959 года. В гимназии искусств, как и в обычных школах, ученики получают среднее образование, но параллельно с аттестатом они получают документ о среднем специальном образовании. Гимназия готовит кадры для национальной консерватории, и поэтому основные предметы обучения – это музыкальные. Однако в гимназии действуют отделы изобразительного и прикладного искусства, театра и кино, хореографии. Основные предметы обучения – это музыкальные. Справка. Азербайджанская национальная консерватория, созданная указом президента Гейдаром Алиевым в 2000 году, является одним из первых высших учебных заведений страны, начавших свою деятельность в период независимости. Консерватория состоит из исполнительского и историко-теоретического факультетов. При этих факультетах действуют деканаты и восемь кафедр. В новом здании консерватории, где в настоящее время получают образование 287 студентов, может обучаться тысяча студентов. С целью соединения образования и науки в национальной консерватории созданы научные лаборатории, применение национальной музыки и изучение национальных музыкальных инструментов. В этих лабораториях особое внимание уделяется восстановлению древних народных музыкальных инструментов, их усовершенствованию, применению в исполнении и обучении. Проспект также сохранил в себе память о героях. Вот, к примеру, родник, названный в честь одного из героев Азербайджана, Расим Булага. Небольшой фонтанчик расположился под красивым миноретом с полумесяцем на вершине. Возле Булага начинается ограда здания одного из местных телеканалов Space TV. На противоположной стороне улицы мое внимание привлек магазин, перед которым установлен макет яхты. Судя по всему, магазин ими торгует, и потому немного удивило расположение тут же скульптур-антилоп. Но выглядели эти, создания, очень красиво. В Баку множество оживленных улиц и проспектов, активность на которых не падает ни в какую погоду. К такого рода местам столицы и относится проспект Гусейна-Джавида. Здесь жизнь постоянно в движении, независимо от того, снег, наводнение или жара, потому что это одна из основных артирий города. Проспект Гусейна-Джавида, конечно же, знаком каждому бакинцу. Однако наверняка не каждый знает, что он имеет не только сегодняшний день, но и свою историю. Пройдем сегодня по проспекту и посмотрим на него свежим взглядом. Проспект Гусейна-Джавида с полным правом можно назвать самым ученым в столице, потому что вряд ли в Баку найдется какая-то другая улица, где сосредоточено такое количество школ, низ и университетов. Вообще, эту улицу по количеству расположившихся на ней магазинов можно даже назвать второй торговой. Даже бывает, что товар, закончившийся там, можно найти в бутиках на Гусейна-Джавида. Но главной достопримечательностью проспекта являются, конечно, не магазины, а громкие имена его бывших жильцов. Согласно многочисленным мемориальным доскам на стенах зданий, на проспекте в разное время жили различные деятели искусства, культуры, публицистики, просвещения. Например, видный мастер Мугама своего времени Зульфу Адыгизалов, профессор Сона Ханум Велихан и других. А дальше мы увидим целую череду научно-исследовательских учреждений НАНО, после чего нашим взором предстает Азербайджанский технический университет. Данное учреждение, которое многие до сих пор называют «политехническим», действует с 1950 года и является одним из ведущих высших учебных заведений страны. Пройдя шагов 50, мы видим два замечательных парка, расположенных друг напротив друга. С одной стороны расположился так называемый Сад Национальной Академии Наук Азербайджана, которая была учреждена в 1945 году. Парк открылся после реконструкции в 2009 году. Его тенистые аллеи были облюбованы влюбленными парочками, которые после занятий в университете отправлялись прогуляться в академический парк. Здесь в теплое время года очень зелено. Центром всей композиции парка является красивый фонтан в восточном стиле. Парк не очень большой, но весьма уютный. А вот напротив сквера Нано расположился крупный и очень зеленый парк, названный именем азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида. Парк подвергался реконструкции с 2002 по 2008 годы. Теперь у всех желающих есть возможность прогуляться вокруг красивых и романтичных фонтанов. Прямо по центру здесь находится оригинальный и величественный памятник великому поэту, воздвигнутый в 1993 году. Справка. Авторами отлитого из бронзы памятника являются народный художник Азербайджана, скульптор Амар Эльдаров и архитектор Иосиф Гадимов и Расим Алиев. По художественному замыслу Эльдарова нужно было увековечить память не только Гусейна Джавида, но и многих других азербайджанцев, ставших жертвами политических репрессий первой половины XX века. Гусейн Джавид в крупной, пятитиметровой статуе изображен в полный рост, склонившим в раздумьях голову. Базовой основой композиции послужили произведения Гусейна Джавида «Иблиз» и «Родина». Скульптурно-архитектурный ансамбль состоит из бронзового памятника и каскада фонтанов. Основной идеей художественной композиции памятника монумента является борьба добра и зла в душе человека. Внизу композиции олицетворяющий злой Иблиз падает головой вниз на землю с мечом в руках. В верхней части композиции находится образ Родины Матери, олицетворяющий добро. Между Иблизом и Родиной Матерью расположен образ человека, пытающегося оторваться от Иблиса и устремиться наверх, к добру. Основной идеей художественной композиции памятника монумента является борьба добра и зла в душе человека. Внизу композиции олицетворяющий злой Иблиз падает головой вниз на землю с мечом в руках. В верхней части композиции находится образ Родины Матери, олицетворяющий добро. Парк окружен оживленными магистралями, автомобильное движение словно обтекает его со всех сторон. В парке всегда есть отдыхающие, бегают дети, прогуливаются старики и мамочки с колясками. Это действительно очень красивое место, в котором чувствуешь какую-то торжественность, наверное, под влиянием неординарной скульптурной композиции. Ну что ж, помашем парку и поедем дальше. А вот и станция метро, одна из самых оживленных. Относительное спокойствие здесь только в период летних каникул и отпусков, зато с сентября начинается толчая, потому что поблизости расположены сразу несколько вузов, да еще Академия наук с ее институтами. Название станции, Эльмляр Академиесы, оправдывает себя, ведь именно вокруг нее сосредоточены многие образовательные и научные учреждения. Справка. Станция глубокого заложения, Эльмляр Академиесы, открыта 31 декабря 1985 года на перегоне, Эльмляр Академиесы, Хатай. Архитекторы станции, Усейнов и Раджабов. Станция находится на зеленой линии. После школы вплоть до станции метро, Эльмляр Академиесы, Академия наук, по обе стороны проспекта расположились новостройки с различными бутиками и маркетами на первых этажах. Поэтому пройдем эту часть улицы быстрым шагом, проводив взглядом все соблазнительные скидки. Продолжим нашу поездку с менее загруженной части улицы, где проспект пересекается с улицей Гасана Меджидова. Первым объектом на пути стала средняя школа имени Академика Зарифы Алиевой. Школа эта открыта относительно недавно, в 2008 году, и потому она сегодня одна из самых хорошо оборудованных и современных в городе. Ну, вот мы и вышли на финишную прямую проспекта Гусейна Джавида. На этом проспект Гусейна Джавида и завершается. Проспект Гусейна Джавида, проспект в Ясамальском районе города Баку. Проспект назван в честь азербайджанского поэта, писателя и драматурга Гусейна Джавида. Проспект Гусейна Джавида расположен параллельно проспекту Матбуат и улице Захида Халилова. Прежнее название проспекта – проспект Нариманово. На проспекте расположен сад Академии. А перед ним сад Гусейна Джавида. Считается одной из достопримечательностей города Баку. Проспект Гусейна Джавида начинается от круга возле Space TV и заканчивается на пересечении с улицей Гасана Меджидова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok